Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня на вечерний разговор, лекцию, презентацию, разговор, наверное, о дизайне. И каждый четверг мы встречаемся в Московском музее дизайна в Новой Третьяковке в рамках выставки «История российского дизайна». И выставка, и наша лекционная программа могли бы состояться без поддержки президентского фонда культурных инициатив. Сегодня у нас особенные гости для меня, родные люди из любимой Строгановки, кураторы кафедры дизайна мебели Елены Кирилловича Бурашкины, которые, мне кажется, изменили кафедру настолько сильно, что теперь все хотят только к вам. Раньше хотели все время на графический дизайн, а теперь все хотят на дизайн мебели. Я передаю вам слово, вы расскажете о сегодня нестареющем дизайне, вечном дизайне, предметы, которые у нас представлены на выставке «История российского дизайна». И вы сделали, как я знаю, тоже такой небольшой музей на своей кафедре в Строгановке. Конечно, МГХПА, Московская государственная художественно-промышленная академия имени графа Строганова. Это мы так просто между собой называем любовно наш вуз Строгановкой. Кому передавать микрофон? Кирилл, спасибо. Спасибо за представление. На самом деле весь этот проект начался как раз с Александры Саньковой, потому что однажды она позвонила и сказала, ой-ой, у нас тут какая-то выставка намечается, не могли бы ваши студенты сделать несколько предметов мебели эпохи русского авангарда. Потом она, как всегда, куда-то пропала, а мысль-то осталась. И встретившись случайно с Александром Николаевичем Лаврентьевым, это проректор по научной работе, профессор, а самое главное, что это родной внук Александра Родченко. И, разговарившись на эту тему, стало понятно, что эту мебель, это наследие, наследие футемаса, наследие вообще нашего дизайна, нашей страны, совершенно точно нужно попробовать реконструировать в стенах Строгановской академии, хотя бы потому, что Александр Николаевич готов был поделиться материалами из домашнего архива. То есть мы работали с эскизами, с чертежами, с набросками самого Александра Родченко. И также здесь, почему для нас было очень важно восстановить именно этот набор, именно этот комплект, потому что Александр Родченко преподавал во Вхутемасе, наследником которого является Строгановка, ну то есть, собственно, и Вхутемас был когда-то создан на основе бывшего Строгановского училища. Александр Родченко преподавал во Вхутемасе с 1920 по 1930 год. Его супруга Варвара Степанова также преподавала там, ну, по-моему, это был один год, она преподавала много где, но вот именно в Вхутемасе она преподавала в районе как раз 25-го года. И, мало того, он работал и возглавлял какое-то время Дерметфак, то есть так назывался дерево-металлический факультет сокращенно, наследником которого, в частности, является кафедра дизайн-мебели. Поэтому для нас было особенно важно и интересно эту работу проделать. И уже ввязавшись в этот проект, мы очень много узнали, очень многое поняли. Вот, собственно, этими открытиями хотели поделиться с вами. То есть самый главный момент, который мы поняли, то, что проект практически столетней давности, то есть впервые он был опубликован, появился на свет в Париже в 1925 году на Всемирной выставке. Спустя практически 100 лет, то есть в 1922 году он воспринимается абсолютно как современный и актуальный интерьер. Ну, то есть, может быть, мы себе даже тут можем не доверять, у нас существует определенная профдеформация, но когда приходят студенты-первокурсники, еще не очень отягощенные знаниями об истории дизайна, они абсолютно воспринимают этот интерьер как современный, и не задавая никаких вопросов, они достают телефон, не начинают себя фотографировать, делать селфи, и у него есть такое магическое свойство в этом интерьере. Любая фотография, сделанная даже падающим человеком уже в последний момент искры его сознания, значит, улетающим телефоном, получится все равно красиво получается открытка. Это такое удивительное свойство, которое заставило нас задуматься о том, а как, собственно, получилось так, что 100 лет назад был создан интерьер, и была разработана мебель, которая вообще не состарилась. Нас этот вопрос интересовал давно, потому что в истории дизайна мирового, не только отечественного, это довольно редкий случай, то есть критериев оценки дизайна много, то есть дизайн может быть, промышленный дизайн, он может быть успешным с точки зрения, не знаю, там возврата инвестиций, с точки зрения какой-то увеличения роста продаж, он может разными способами быть оценен положительно. Но есть такой критерий, он на наш взгляд самый универсальный, самый важный, но его невозможно применить в моменте, то есть когда дизайн не стареет. Бывает такая история, что ты создал какой-то предмет, все довольны, все его публикуют, все его покупают, через год он уже какой-то не такой, а через два уже просто неприлично иметь такой предмет. Это в истории дизайна случается довольно часто. И если обращаться к творческому наследию таких авторов и мэтров дизайна мебели, как Чарльз и Рей Имзы, американцев, супружеская пара, которая во многом похожа с нашей точки зрения на читу Александра Роченко и Варвары Степановой, они действительно похожи в каких-то удивительных деталях. Например, и та и другая пара работали вместе на протяжении 40 лет. Они увлекались не только дизайном мебели, то есть они были очень широко, широко развитые, у них были очень широкий спектр интересов, то есть это была и фотография, и кино, и театр, и костюмы. Они, и та и другая пара принимала участие в организации выставок, которые когда-то стали знаковыми, то есть Чарльз и Рей Имзы принимали участие в организации выставки американского дизайна в Сокольниках, не дизайна, а вообще американской выставки в Сокольниках в 59-м году знаменитой, а Роченко и Степанова принимали участие как раз в выставке 1925 года. И те и другие активно занимались преподавательской деятельностью. На наш взгляд это очень важный момент, потому что только общаясь со студентами, общаясь с молодыми дизайнерами, со свежими идеями, у тебя есть возможность не выпасть, ну не потерять связь со временем, не потерять связь с тем, что сейчас по-настоящему актуально, модно, что чувствуют молодые, то есть это какая-то такая важная составляющая, которая и у Имзов присутствовала, они всю жизнь преподавали, и у Роченко со Степановой тоже. Итак, значит, мы попробуем сейчас вот на примере вот этого рабочего клуба понять и вычленить, сформулировать какие-то признаки, которые характерны и свойственны предметам нестареющего дизайна, и потом попробовать их применить на какие-то другие работы. Ну, начнем с Александра Роченко, с вот его знаменитая цитата «Я хочу научить людей видеть необыкновенно обыкновенные вещи». Он действительно был очень разносторонним человеком и пытался смотреть на мир с разных сторон, и его довольно рано заинтересовал вопрос, а как добиться какого-то эмоционального впечатления, какого-то эффекта, не используя изобразительные средства. Он был, сам себя считал живописцем, ну, помимо всего прочего. Вот, например, знаменитый цикл его работ «Черное на черном». Это был такой своеобразный ответ Малевичу, у которого был цикл работ «Белое на белом». Но Роченко считал, что у Малевича это просто концепция, а у него живопись, потому что Роченко использовал фактуру краски, он использовал фактуру материала в своих работах для достижения вот этих вот эмоциональных ощущений без изобразительных каких-то моментов. То есть беспредметное искусство его увлекало с самого начала, и он по-разному пробовал, пытался понять, а как, собственно, это работает, как добиться отклика эмоционального, не изобразив ничего конкретного. И вообще для него все творчество — это был такой большой эксперимент. Он сам себя считал таким экспериментатором-изобретателем. Для него художественное творчество — это был эксперимент и изобретение. Ну, помимо живописи, он, вот это такой у него цикл работ, работа с плоскостью, это уже 1919 год, уже после революции, у него он пробовал, как, ну, тоже вот здесь такая магия происходит, то есть это один чистый лист какого-то материала, ну, там фанеры или картона, из которого потом выпиливаются фигуры, и они разворачиваются друг в друге в объем. Происходит такое магическое превращение плоскости в объем. Также он работал с отражающими поверхностями, то есть как вот этот объем ловит свет, как он его отражает. За всеми этими работами наблюдается такое внимательное, пристальное изучение свойств формы и как вообще вот этот предмет, он достаточно эмоционален. То есть мы не понимаем, что это, для чего это, у него нет ни стоимости, ни каких-то характеристик, но он нас впечатляет. И вот он все время пытается понять, что, как это работает, как это впечатляет и что из этого следует. Также Родченко является одним из основоположников рекламы в нашей стране. Ну, вообще его многие называют первым дизайнером, я с этим соглашусь, потому что действительно вот так комплексно работать с разными дизайнерскими приемами, больше такого имени, наверное, нет. То есть он использует активно приемы фотомонтажа, экспериментирует с шрифтовыми композициями. И, ну скажем, вот этот плакат, он такой вызывает улыбку, но он и тогда вызывал улыбку. То есть некая провокация содержалась во многих его работах и это тоже одно из свойств рекламы, которую он довольно быстро понял и активно использовал в своем творчестве. Ну, надо сказать, что вот это вот начало 20-х годов, это период НЭПа, он очень много работал именно для таких коммерческих небольших, ну или больших предприятий. Причем он часто делал это в соавторстве с Владимиром Маяковским и они прям, как бы сейчас сказали, современным языком молотили. То есть это прям большое количество таких плакатов для, которые далеко не всегда глубоки по какому-то смыслу и замыслу. То есть это такая реклама промышленная, ой, не промышленная, такая торговая реклама, там и пиво, и баранки, и бог знает что. Такое время, когда вот был востребован этот подход и он позволил ему в частности отточить какие-то приемы. Ну, безусловно, Александр Родченко так по умолчанию, если вот не нашу узкую профессиональную среду тут не затрагивать, в основном он для большинства людей фотограф. Его подход к фотографии это отдельная тема для отдельной лекции, мы про это говорить не будем, но несколько фотографий посмотрим. То есть он автор таких известных психологических портретов, у него очень интересные ракурсы, он этими ракурсами пытается передать то, что невозможно передать. То есть он и фотографии подходит так же, как к дизайну вот этих беспредметных каких-то фигур и композиций, чтобы фотография выражала, чтобы в ней была какая-то над идея, которую можно считать, глядя на этот фотоснимок. Варвара Степанова, они познакомились в 1916 году, ну по одним сведениям это произошло в Казани, куда Родченко сам родился в Петербурге в 1901 году, ой, в 1891 году. Вот, и потом они с родителями переехали в Казань, где как раз Родченко пошел, вообще-то, ну, отец считал, что отец у него был бутафор театральный, а мать прачка. Отец считал, что ни в коем случае сын не должен заниматься творческой профессией, потому что это кошмар, и нужно становиться нормальным человеком, и он учился на протезиста. Он отучился на протезиста и даже два года работал этим протезистом, но потом не выдержал и пошел в художественную школу. Это было уже в Казани, учился он у Фершина, и, судя по всему, там он познакомился с Варварой Степановой, они переехали в Москву. Варвара Степанова удивительная совершенно фигура, то есть, вот, если посмотреть на эти эскизы, я когда первый раз их увидел в далеком прошлом, они меня абсолютно не впечатлили, ну, какие-то полоски, вот. Но потом, когда ты видишь это в объеме, то есть, как, собственно, вот, как это все превращается в объем. Вот, посмотрите на девушку в реконструированном платье, и тут у нас есть в этой экспозиции работы, которые можно посмотреть живьем. Можно следующий, Лев? Вот, то есть, это настолько современно, это настолько актуально, это даже для нынешнего времени актуально, модно, современно, ярко, и, опять-таки, этому дизайну сто лет. И тогда это смотрелось, ну, вообще, как что-то космическое, потому что мода тех времен, ну, это совсем другая история. Как я уже сказал, и Родченко, и Степанова преподавали его в Хутемасе, и тут несколько есть фотографий из личного архива Александра Николаевича Лаврентьева. А кто такие студенты в Хутемасе? Тут много студентов присутствует, вот, посмотрите на своих коллег. Это вот, такие типичные студенты тех лет. Это совсем не 17-летние юноши и девушки тоненькие, и, так сказать, субтильные, да, такие подростки. Это такие суровые дядьки и тетки, которые готовятся к суровой жизни в суровые годы. И, ну, в принципе, все как у нас. Тут есть и конструирование. Мастерские в Хутемасе. Мастерские в Хутемасе. Вот как раз такая картинка, очень характерная для нашей кафедры. Все как у нас, вот, но публика была другая. Вот, тут интересно то, что как раз вот парижская выставка 1925 года, где Родченко показал свой вот этот рабочий клуб. Рабочий клуб делался им совместно со студентами. То есть, это был совместный проект, который они разрабатывали в ходе совместных мозговых штурмов. И, на мой взгляд, это очень важно. Многие студенты были его ровесники, кто-то был его старше. Значит, тут немножко хочу рассказать про саму выставку 1925 года. Тут много параллелей с нашим временем, на мой взгляд. Кто-то, если из вас был на экспо, которое в Дубае, не знаю, закончилось, по-моему, недавно. Значит, в общем, это такое экспо. Экспо столетней давности. Париж. И удивительное дело, приглашают, собственно, Россия и Франция, Советский Союз и Франция полгода назад восстановили дипломатические отношения. Потому что в 1917 году они были разорваны, и в 1924 году осенью неожиданно восстановлены дипломатические отношения, а уже в апреле идет всемирная выставка. И Советский Союз получает приглашение и принимает решение участвовать в этой выставке. Осталось-то всего полгода. И все, как всегда, в лучших строгановских традициях. Значит, созывается какой-то комитет, срочно решают, кто что будет делать, организуются конкурсы. Вот для, чтобы понимать, что в это время выставлялось, как выглядели павильоны других стран на выставке 1925 года. Для того, чтобы понять, что, собственно, сделал Родченко и вообще команда Советского Союза в 1925 году, тут хорошо посмотреть на контекст. То есть это такое, ну, своего рода ВДНХ. То есть такие павильоны, помпезные, тяжеловесные, хотя тут первые имена, тут и Йозеф Хоффман, и Виктор Орта. Вот. Выделяется несколько, не несколько, а очень сильно выделялся павильон, спроектированный Ле Кербюзье для журнала. Значит, вот он и павильон Советского Союза очень выделялся. Но когда разрабатывались планы, да, то есть каким должен быть павильон Советского Союза предложения были вполне себе в тренде, так сказать, того, что в итоге там было. И оно победило вот этот проект молодого архитектора Константина Мельникова. Это был самый простой, самый дешевый проект, и он был самый оригинальный, революционный, и он вдруг победил. Вот. Это действительно настолько выбивалось из того, что, ну вот из тех картинок, которые я показывал, это вот строительство этого павильона, он был выполнен из дерева и стекла. Но получила действительно совершенно удивительная штука, при том, что выделили очень неудобную площадь. Это была маленькая такая площадка между итальянским и английским павильоном. Там рядом еще проходил трамвай, было много ограничений, в частности, нельзя было делать фундамент. И мастерски выкрутились в этой ситуации, и действительно павильон поражал воображение всех, кто туда приходил. Еще раз повторюсь, единственное, с кем он конкурировал там, это был павильон, спроектированный Ле-Кребюзье. Ну вот такая реконструкция цветового решения, потому что цветных фотографий, разумеется, не осталось, но цветовую гамму как раз предложил Родченко, вот эту бело-серо-красную, и вполне себе такая постройка, которую можно представить. И сейчас, кстати говоря, его не разобрали и не выкинули, его после выставки, вернее, его разобрали, его забрала себе компартия Франции, значит, они себе его восстановили где-то, значит, там у себя, на одной из парижских улиц, и он там просуществовал до 50-х годов. Его уже потом заменили на более фундаментальное фундаментальное здание по проекту Оскара Немейера. Значит, любопытно, что если заглянуть чуть-чуть вперед, то есть 37-й год, да, такое же экспо, но уже в 37-м году. И вот советский павильон уже представляет из себя совершенно не то, что было перед этим, да, то есть, смотрите, вот никакой изобразительности, никаких таких буквальных, ну, изобразительности здесь нет. То есть вся выразительность достигается за счет архитектуры, за счет композиционных решений. И вот тебе, пожалуйста, вполне, вполне в духе того, что было на выставке 25-го года вокруг. Но еще тут, конечно, получилось не совсем удачно, потому что советский павильон располагался напротив немецкого, они были очень похожи по высотам и образовывали такие две доминанты. И в этот момент очень многие, ну, это невозможно было не заметить, то есть все отмечали вот это, во-первых, ну, как какие-то параллели, во-вторых, намечающееся противостояние, которое на самом деле 37-й год, 41-й, не за горами, но все-таки еще 4 года, а уже вот на уровне архитектуры появилась такая штука. И если заглянуть еще подальше, в 39-м году это советский павильон в Нью-Йорке. То есть какая, какой, так сказать, произошел отход назад, вот от того, что было в 25-м году, когда всю концепцию предлагали молодые горящие люди, которые искренне верили в то, что они делают, верили в идеологию страны, которую они представляли. И вот уже совершенно другая история, которая буквально через несколько лет наступила. Но мы к этому еще вернемся. Значит, многие думают, что вот этот клуб Роченко располагался в павильоне Мельникова, но это не так. На самом деле на выставке у каждой страны было три зоны. То есть это был отдельный национальный павильон, была экспозиция в Гран-Пале, то есть это такое, как бы у каждой страны был маленький кусочек вот в этом Гран-Пале. И была еще такая эксплата инвалидов, в которой как раз и был этот клуб Роченко, рабочий клуб Роченко. А вот в этом Гран-Пале, это как раз раздел СССР, вот слева и справа от лестницы там висят как раз эскизы Варвары Степановой, ну помимо всего прочего, как раз к текстильным производством. Значит, и переходим потихоньку к самому клубу. Рабочий клуб, что это такое? Ну вообще вот рабочий клуб это такая история, которая началась, корни у нее в 19 веке, еще в конце 19 века, в 80-х годах появилось такое меценатское движение за то, чтобы организовывать в селах и в деревнях народные дома. То есть это такой, ну в общем-то это была из баз многокомнатная, в которой крестьяне, ну основная задача была ликвидация безграмотности. То есть это был, там была чайная, там был магазин, там была библиотека, была читальня и, что очень важно, там был театр. То есть это то, где можно было, в общем, через какое-то театральное действие, значит, передать какую-то мысль. И эти народные дома, они после революции усилилась, так сказать, вот эта тенденция на их строительство, потому что раньше община собиралась в церкви, когда эта возможность исчезла, то людям нужно было где-то собираться, это раз. Во-вторых, людям где-то надо было доносить какие-то идеологические установки, а как это сделаешь? Люди читать не умеют, радио нет, телевизора нет. Поэтому огромная, как бы основная роль отводилась вот этим избам читальням, то есть именно туда направлялись агитаторы, там по замыслу собирались крестьяне после трудового рабочего дня, и там они могли познакомиться с этими агитационными материалами, послушать агитатора и всячески подключиться к общему пониманию процесса. Вот. Ну, по факту это выглядело как-то так, но любопытно, что вот это вот, как сказать, то, что это пришло в какой-то, в какой-то мере на смену церкви, то есть это вот такой фрагмент росписи Палехской шкатулки, тоже как раз из Бочитальня, то есть такое вот по этому строю, понятно, что примерно как-то где-то, потому что там всегда был ленинский уголок, висел крупный портрет Ленина, и эти ассоциации напрашивали сами собой. На выставке 1925 года был также представлен проект вот этой избы читальни. Рабочий клуб это такая развернутая версия избы читальни, и вот эта эскиза, которую сам Родченко рисовал и отправлял во Францию, повторюсь, то есть всего полгода, вот прибежали, сказали, давайте делать. Маяковский лично посоветовал Родченко для выполнения задания на проектирование рабочего клуба. Родченко тут же схватился за карандаши, значит, и краски начал делать какие-то эскизы, то есть никаких прототипов промежуточных, каких-то эргономических проверок, ничего этого не было, как вот у нас сейчас принято, на это просто не было времени. На этих вот эскизах, не знаю, видно вам или не видно, там даже есть подписи по-французски. Тут тоже любопытно, вот когда дизайнеры комплексуют относительно своей графики, вот обратите внимание, слева эскизы и почеркушки Родченко, вот он умел рисовать, но дизайнер это тот, кто, прежде всего тот, кто думает, тот, кто мыслит, а не тот, кто рисует. Но тем не менее, вот привожу здесь его почеркушки, это любопытно. И таким образом созрел этот проект, причем обратите внимание, здесь вот видно, например, что у стола, который в трехмерном, трехмерно показано, у него нету такой объединяющей лыжи, а у стола, который на проекции на виде сбоку, у него есть объединяющая лыжа внизу. И особенность работы с этим проектом по восстановлению заключалась в том, что мы все время имели три-четыре наброска, взаимоисключающих друг друга. То есть где-то есть проножка, где-то этой проножки нету, где-то покрашено цветом, где-то не покрашено. В итоге у нас был, ну и, конечно же, фотографии исторические, по которым можно было сверять. То есть как таковых чертежей, вот таких, такой проектной документации рабочей, которая как-то была окончательно завизирована, ее не существует. Именно поэтому возникают при реконструкциях возникают разночтения по пропорциям, по высотам и даже по структуре. И в итоге получился вот такой вот интерьер. Надо сказать, что на черно-белой фотографии он не вызывает особенных эмоций. И как раз для нас было открытие, когда мы воссоздали этот интерьер в цвете. То есть насколько он эмоционален и насколько он действует на подсознание. Но любопытно, что вот эти вот параллели с церковным, с каким-то таким вот культовым интерьером, они здесь очевидны. То есть это большой стол, но он на самом деле состоит из двух столов, но 12 стульев. Значит, в торце висит портрет Ленина, значит, и на стенах висят всяческого рода заповеди нового времени. А это все фотографии как раз из фотографий 1925 года, сделанные в Париже. И этот интерьер произвел действительно эффект разорвавшейся бомбы так же, как и павильон Мельникова. Потому что павильон Мельникова, он внутри совершенно не соответствовал своему дизайну внешнему, потому что внутри были выставлены народные промыслы. И это очень резко диссонировало с его архитектурой. Это многие отмечали. И здесь, опять-таки, глядя на этот интерьер, это настолько не билось с тем, что было вокруг и какая мебель показывалась на этой выставке в других павильонах. То есть это было такое арт-деко, такое достаточно тяжеловесные, помпезные формы. И вдруг вот такое. Сам Родченко, он был доволен. Это как раз фотография довольного Родченко из Парижа. Надо сказать, что это его первая и последняя заграничная командировка. Он никогда не был за границей ни до, ни после. И вот он пишет своей жене, значит, домой. Клуб готов, посылаю снимки. Правда, он такой простой и чистый и светлый, что в нем по неволе не заведешь грязь. Все блестящее репалин, много белого, красного, серого. Каждый день туда забираются русские, читают журналы и книги, несмотря на то, что вход загорожен веревкой. Репалин – это краска, то есть как сейчас текурила. Это была, она, кстати, и сейчас есть фирма, которая производила краску. Он как раз, когда Родченко приехал в Париж, мебель уже была готова. Но он попал на тот этап, когда ее красили. И действительно для него было очень важны, во-первых, правильные цветовые сочетания, ну и вообще поверхность. Он как живописец, вот как я вам показывал в начале вот эту вот живопись, для него было важно, как эта поверхность выглядит. Ну и когда уже начались отзывы, когда первое впечатление, значит, он также пишет, что после моей работы в Париже следы результаты останутся на будущее. Вот, он это понимал, предвидел, и он оказался прав, потому что этот интерьер воспроизводили больше десяти раз в разных странах мира, в Германии, в Англии, в Голландии, во Франции. Он выставлялся в центре Жоржа Помпиду, в Финляндии. Он до сих пор выставляется, копия в Лихтенштейне. Он несколько раз воспроизводился в СССР силами в НИТЭ. Но любопытно, что это всегда были выставочные экспонаты. И даже здесь, если вы пойдете в основное здание новой Третьяковки, вы увидите полный набор. Вот, этот набор когда-то был изготовлен немцами. Они его изготовили для выставки временной про историю дизайна. И после того, как выставка закончилась, наши меценаты им подарили, они как бы оплатили доставку и этот набор привезли сюда. Все бы ничего, но этот набор выполнен для разовой выставки. Он выполнен на станках ЧПУ из МДФ. И там не соблюдены ни пропорции, ни технологии. Он производит достаточно… Ну, для разовой выставки это хорошо показать, получить впечатление. Но он не совсем соответствует тому, что было в исходнике. Я бы даже сказал, совсем не соответствует. Кроме того, он так выставлен… Ну, хорошо, что он есть, я не критикую, но попасть внутрь этой среды невозможно. То есть ты смотришь на него снаружи, а магия всего этого пространства, она работает, когда ты оказываешься внутри. Итак, когда была задумана эта реконструкция, по перечисленным выше причинам. Занялся ей как раз Николай Голиков, который на тот момент был студентом магистратуры, ой, бакалавриата. Он сделал проект, реконструировал проект, как планировалось реконструировать помещение в Трогановке. В итоге многое пошло не по проекту, что вообще характерно для этого клуба, потому что, кстати говоря, если уж так говорить о помещении, то тоже вот то помещение, которое досталось рабочему клубу в Париже, оно достаточно случайное. То есть там есть такие странные эркерные выступы, там наклонный потолок. Но Ротченко это вообще не смущало, потому что он проектировал свою мебель именно как модульную, как ту, которую можно легко и быстро тиражировать, ее можно мультиплицировать в зависимости от размера помещения. И как раз он планировал, что это будет конструктор, который можно поставить универсально в любой интерьер. И это свойство у этой мебели сохранилось, это мы проверили. Значит, итак, были изучены чертежи, были созданы первые прототипы, начали работать с цветом, делались разные выкраски, потому что не осталось на самом деле никаких сведений о том, какой именно красный был. То есть Ротченко нам Паралу не оставил и Принсессу не оставил. Вот, поэтому пришлось опираться на даже его графические работы и смотреть на то, какой красный и серый он использовал свои графики. И тут произошла любопытная вещь в поисках ответа на то, какого цвета что было. Мы прогнали эти фотографии через программки с искусственным интеллектом по восстановлению цвета. Эти программки две разных показали нам, что спинки были красными. Хотя все считают, что они были серыми и на всех известных реконструкциях спинки серые. А у Ротченко существуют эскизы как с красными спинками, так и с серыми. И нигде он в своих письмах и мемуарах не пишет, серые были спинки или красные. Значит, мы долго советовались с Александром Николаевичем Лаврентьевым, внуком и наследником, значит, Ротченко, и пришли к такому решению. Мы половину спинок сделали серыми, половину сделали красными, потому что Ротченко думал, что они могут быть и красные, и серые. Он, как было на самом деле, до сих пор никто не знает, потому что никто про это нигде не написал. И дальше мы начали параллельно реконструировать помещение по проекту Николая Голикова. Это, да, значит, так как помещение имело другую конфигурацию, и у нас еще встал вопрос, то есть это не копия того помещения, которое было. И у нас был вопрос с этой надписью Ленин, потому что в общем мы приняли такое решение написать тем же шрифтом, таким же способом, но написать Ротченко, а не Ленин. Показалось нам, что мы имеем право такую вольность сделать, чтобы избежать каких-то вот этих вот идеологических споров, а опять-таки наш интерьер не претендует на точную копию того, что было в Париже. И вот возникли такие, вот видите, тут как раз видно, что серые и красные спинки друг друга чередуют. Также там были размещены вот эти вот эксперименты Ротченко с плоскостью. И получился интерьер, который, как я уже сказал, он действительно работает, он производит эмоциональные впечатления, он очень привлекателен, он очень заряжает, он невероятно фотогеничен. И он, что самое главное, повторюсь, он смотрится абсолютно современно. Но есть большая проблема. Вот те студенты, которые здесь присутствуют и пытались на нем сидеть, они, наверное, довольно быстро поняли, насколько это неудобно. Это катастрофически неудобно. То есть это мебель, а тут вот есть стульчик, если бы нам разрешили, то можно было бы проверить, нам не разрешают. Значит, это мебель, в чем проблема? Проблема в том, что это одна из причин, почему, собственно, этот клуб много раз воспроизводился, но всегда оставался выставочным экземпляром. Он так и не стал промышленно производиться, продаваться, и им никто не комплектовал рабочие клубы. Потому что тут несколько ответов. Но самый главный ответ в том, что на самом деле это инсталляция на тему мебели, это инсталляция, главное функциональное назначение которой показать новый быт страны советов. То есть показать, а как бы мы хотели, чтобы было, куда мы идем. Вот это основная функция этих предметов. И эти предметы похожи на мебель, они так похожи на мебель, что все считают, что это мебель. Но на самом деле это не мебель, это инсталляция или скульптура. Я думаю, что это получилось отчасти случайно, потому что Родченко не был мебельщиком, у него не было таких вот глубинных знаний эргономики. У него был опыт бутафора, он оформлял различные спектакли, и как я уже сказал, не было времени на то, чтобы проверять в эргономических макетах все эти вещи. Но возможно именно поэтому получилась такая свежая и необычная работа, которая впечатлила современников. Потому что если бы этот набор заказали какому-нибудь мебельщику, скорее всего получилось бы мебель. А мебели уже было на тот момент много. А получилась такая удивительная, легкая, невесомая вещь, которая была похожа на мебель, хотя мебелью она не является. Вот. Он, будучи плакатистом, графиком и изобретателем, создал своего рода трехмерный плакат. То есть попадая в это пространство, каждый посетитель становится элементом этой композиции. И это действительно магия, потому что он, будучи фотографом, и возможно даже не было цветной фотографии, но каким-то образом он, очевидно, когда он смотрел в кадр в свое время, в свой черно-белый, так сказать, аппарат, вот, он все равно видел, видел вот именно так, такими кадрами, которые получаются в итоге в этом наборе. Значит, тем не менее, вот когда мы все это поняли, поняли мы это не сразу, когда появились первые прототипы, стало понятно, что на них, что ими невозможно сидеть и пользоваться. Основной задачей реконструкции это было именно разработать такой набор, чтобы его можно было производить и продавать, чтобы можно было комплектовать библиотеки, вузы, школы, ну и какие-то другие общественные места именно с целью популяризации нашего отечественного дизайна, потому что настоящая популяризация происходит именно за счет массовости продаж. Опять-таки тех же имзов, которые стоят в каждом кафе, знают практически все. И концепция проекта была такая. Но когда стало понятно, что пользоваться этим невозможно, то мы начали думать, где, как сделать так, чтобы эта мебель можно было пользоваться. И вот здесь видно на слайде, как Лиза, присутствующая здесь, она приподнимает полочку, то есть, ну, например, шкаф. Значит, шкаф, он нужен, помимо всего прочего, не только для экспонирования книжек, но и в нем, чтобы можно было что-то хранить. То есть каждая полочка у нас приподнимается, и там можно что-то хранить. Крышки стола, сейчас где-то я вернусь, уроченка, они только под 45 градусов опускались. У нас, значит, эти крышки стола могут выравниваться в ровную плоскость. И такая маленькая досочка, которая не дает книжке соскользнуть, чтобы она не мешалась, она у нас отщелкивается вниз. То есть мы начали дорабатывать конструкцию этого клуба, не вторгаясь в архитектуру. То есть мы нигде не изменили архитектуру, но мы дорабатываем его до того, чтобы он стал функциональным объектом. То есть такая странная история, когда инсталляция вдруг превращается в реальный предмет. Это где-то схожий процесс, как вот NFT, когда появилась NFT-мебель. То есть сначала ее покупали как вот этот вот виртуальный объект, а потом многие захотели этот виртуальный объект материализовать. И там возникли те же проблемы, потому что виртуальный объект не предполагалось, что он может существовать в реальном пространстве. Вот. И в каком-то смысле мы этим и занялись. Но здесь кратко, значит, перечислены основные пункты, значит, этого проекта. Они включали в себя, кроме того, что я уже описал. То есть мы изначально планировали, так как этот набор носил рекламный характер, он должен был рекламировать молодое советское государство. И наша реконструкция тоже должна была носить рекламный характер. Для этого изначально была простроена некая траектория освещения этого проекта в СМИ. Была разработана концепция разработки сувенирной продукции в поддержку этого проекта для того, чтобы эта популяризация состоялась. А что же было с Родченко и Степановой после 30-го года? Сейчас чуть-чуть вернемся назад. Это довольно любопытно, потому что, как я уже сказал, Родченко, вот его пик физической интеллектуальной формы 25-й год. Максимальная открытость, максимальная работоспособность, энтузиазм. Он возвращается в Советский Союз, откуда больше никогда не выезжал. И дальше начинаются процессы, которые, то есть начинается вот этот момент переломный, когда отменяют НЭП, потом начинается принудительная коллективизация, которая проводится в кратчайшие сроки. Потом у государства доходят руки до деятелей искусства, до писателей, до композиторов, до кинематографистов. Потом дошли и до дизайнеров. Когда руки дошли до дизайнеров, то в 1930 году Хутемас был закрыт. Компания по борьбе с формализмом объявила все творческие поиски и наработки русского авангарда вне закона. Был объявлен курс на социалистический реализм. И перед Родченко, как и перед многими другими деятелями того периода, встал вопрос, а что же, собственно, делать. Он принял решение перестроиться и как бы работать с новыми идеологическими установками. И весь свой огромный творческий потенциал и весь свой багаж, значит, он употребил на такой журнал был СССР настройки. И его первой задачей было освещение строительства Беломор-канала. Также он освещал всякие парады. Это как раз все его фотографии со строительства Беломор-канала. Там был такой эпизод, когда группа советских писателей, которые как раз на тот момент объединились в свой творческий союз писателей во главе с Максимом Горьковым, приехали на Беломор-канал, им показывали, как это прекрасно и здорово, и как все счастливы, вытрудящиеся, значит, и как им приятно. И там же был Родченко, который фиксировал все эти события на фотопленку. Вот тут можно посмотреть, как изменился его портрет, да, то есть вот портрет слева — это 20-е годы, и справа — это уже 30-е и 40-е. Ну, можно сказать, просто постарел. На мой взгляд, во взгляде что-то появилось, то для него это было очень непростое решение. Многие из тех, кто не принял такого решения, все у них в судьбе было сломано, вот, иногда и жизни они лишались, вот, но вот он пошел таким путем. С рабочим клубом. Он после того, как он был, я так возвращаюсь в наше время, значит, клуб зажил своей жизнью, то есть вообще-то это кафедра, куда раньше никто, кроме преподавателей, не ходил, и это было нормально, потому что это такое было место, где преподаватели прячутся от студентов. Вот, тут как-то это не сработало. Он прозрачный, открытый, студенты стали туда набиваться, значит, делать, чего они хотят. Мы сначала по инерции злились, а потом подумали, а может так и должно быть, ведь суть клуба-то в этом и заключается, чтобы там проходили какие-то вот такие штуки, и теперь преподаватели забились еще в одну коморку, вот, а и клуб вдруг спонтанно начал превращаться в клуб. На наш взгляд, это тоже удивительная, совершенно незапланированная вещь, так же, как вот с тем, какие получаются фотографии и прочими вещами. И несмотря на то, что еще не все доделано, но мы, так сказать, продолжаем работать в том направлении, чтобы это стало продуктом, который может распространяться в разных областях. Да, на этом пути у нас есть определенные успехи, то есть один полный набор рабочего клуба отправился во Францию, значит, президент нашей шахматной федерации разместил его там в каком-то шато, что-то такое, значит, тоже доступно к посещению, и один полный набор клуба уехал в Китай, где он, значит, является частью экспозиции, в музее дизайна в разделе советский дизайн в Гуанчжоу. Значит, то есть два полностью реализованных проекта, причем если во Францию мы отправляли весь набор в сборе, то для Китая пришлось продумать всю конструкцию в разборе, то есть это принципиально другая история, то есть, ну, когда уже собрано, то выглядит точно так же, но с точки зрения мебельного конструирования и дизайна, это огромная работа, которая выразилась в том, что, ну, как бы объем перевозимого груза, он сократился в пять раз, вот, но с точки зрения логистики для нас это очень важный опыт, потому что если там, скажем, в Владивостоке потребуется такой клуб, то ничем это не отличается от распортировки в Китай, воздух возить в Владивосток, это неправильно. Вот, также сейчас ведется работа по разработке сувенирной продукции. Опять-таки, тут мы опираемся на опыт, ну, в частности, компании Витро, потому что компания Витро, которая обладает правами на производство большого количества шедевров мирового дизайна, у них отдельный сегмент – это макеты. Они макеты изготавливают, продают, эти макеты стоят очень недешево, но в то же время их с удовольствием покупают, потому что не каждый себе может купить стул и повезти его куда-то, ну, просто даже из-за удобства. А вот такой макетик – это прекрасная вещь. Значит, макеты Витро китайцы копируют точно так же, как и основной контент, что тоже на самом деле способствует популяризации вот этих вот предметов дизайна. Поэтому, опираясь на этот опыт, сейчас у нас в рамках магистрской работы Кристина Малышева разрабатывает набор такой сувенирной продукции, причем у нее есть как такие макеты, в которых, в которые можно играть, так сказать. Вот есть вот в руках эта сережка и есть, значит, еще такой набор, который для детского творчества, когда ты покупаешь просто плоскую, ну, плоские бумажные листы, где уже все вырезано и складываешь по инструкции сам свой рабочий клуб. Вот. Опять-таки, это такая история, которая связанная с образованием, с популяризацией наследия нашего мастера. Значит, итак, вернемся к изначально заявленной теме, то есть, глядя на все это изнутри, опираясь на наследие, в частности, очень любимых и уважаемых нами Чарльза и Рэй Имзов, мы попытались сформулировать те признаки нестареющего дизайна, которые присущи, вот, ну, условно говоря, мы брали любой предмет, который не состарился, опять-таки, у тех же Имзов, например, есть такой стульчик алюминиум чейр, ему уже больше 50 лет, но когда мы его показываем на лекциях первого курса, студенты, ну, спрашивают, как вы думаете, когда это было сделано, они всегда говорят, ну, в этом году. Вот. Это поразительная совершенно вещь, потому что если посмотреть на мебель, выпущенную в то же время другими компаниями, это абсолютное старье, ну, по восприятию. Вот. А эта мебель почему-то не старится. Вот, ну, не старится и все. Вот. Это наш субъективный, так сказать, хит-парад, но, тем не менее, возможно, это какой-то повод для обсуждения или для дискуссии. Значит, мы вычленили пять признаков, которые характерны для нестареющего дизайна. Первый – это оригинальность. Произведение может быть, ну, да, с оригинальностью вообще в нашей стране большие-большие проблемы. У нас есть профессора даже, которые утверждают, что все придумано до нас и нужно просто взять уже готовую схему, ее переработать и прочее. Это абсолютная неправда, стопроцентная неправда. Зазор и возможность для создания оригинального предмета, она всегда существует и будет всегда существовать, просто потому, что развитие разных областей продолжается и на стыке разных областей, вот эти междисциплинарные какие-то истории, они всегда дают возможность создать нечто новое. Ну, такой глупый пример, может быть, приведу неуместный, ну, вот какой-нибудь там Uber. То есть таксисты были и до нас, и пользователи такси были до нас, но появилась компания, которая соединила их через некое приложение, и они создали что-то абсолютно новое. Дальше уже их начали копировать. То есть это залог того, что новое всегда можно сделать, используя какие-то открытия, которые постоянно происходят в области техники, там, науки, и также используя, смешивая, сочетая разные дисциплины. При этом тут под строчником написано, что произведение может быть вторичным по форме, если оно выражает оригинальную мысль. Или же быть вторичным по мысли при условии оригинального способа ее выражения. Это действительно так. То есть если будет, если произведение будет оригинально и по форме, и по содержанию, его велика вероятность, что его не поймут. Ну, это уж совсем такой отрыв в космос. Вот. А если, ну, не знаю, там, если вот сейчас этот стульчик сделать из лосиного помета, например, то это будет что-то новое. Потому что раньше стулья вот такой формы из лосиного помета не делали. Хотя, наверное, финны делали. Ну ладно. Значит, ну и наоборот. Наоборот не буду приводить пример. Значит, второе. Концептуальность. Концептуальность — это когда произведение дизайна является частью какой-то идеи или манифеста, обращенных к основополагающим корневым темам, волнующих большую часть человечества на всем протяжении его существования. Ну, тут речь идет о том, что если мы в своем произведении, концепция нашего произведения обращена к чему-то сиюминутному, там, к чему-то проходящему, то шансов у него остаться в веках практически нет. Потеряет актуальность, ну, не знаю, какое-нибудь политическое движение там или, ну, мало ли что. То есть это все произведения, которые остались во времени, не состарились, они обращены к каким-то темам не сиюминутным. Даже иногда заявлены какие-то, ну, скажем, у Гаитана Пише есть такое кресло, там, где за веревочку привязан шарик, который символизирует ребенка, который ограничивает мать в движениях. Вот. На самом деле эту легенду никто не знает, а кресло как нравилось, так и нравится. Концептуальность. Третье. Предельная лаконичность форм. Когда в произведении нечего убавить без риска утраты смысла самого произведения. Оптимальность решения воспринимается зрителем как интеллектуальная красота. Ну, интеллектуальная красота это такое странное явление, это когда вот говорят там красивая, красивая афера или там красивый поступок или математики, братья наши, большие. Значит, они говорят красивое решение уравнения. То есть они говорят о чем-то, что вообще никак не выглядит, применяют слово красивое. И это та самая интеллектуальная красота, которая воспринимается каждым человеком, то есть это что-то, какое-то решение, которое более оптимальное, чем то, что было до этого. То есть визуальная красота и интеллектуальная, пересекаясь, они рождают вообще супер бум. Так вот это вот лаконичность форм, то есть критерий такой, вот убавил что-то, вот маленьшую палочку убрал и все, и бессмысленная штука оказалась. Вот, значит, все верно. Четвертое. Высокая степень условности и художественного обобщения формы. Формообразование построено на переработке природных мотивов или базово-геометрических форм. Ну вот, прихоть автора, какую-то причудливость, вот я так захотел, у меня такое настроение, я вот, я так вижу. Кстати, здесь довольно много таких предметов именно в области, в разделе современного российского дизайна. У этого всего нету никаких шансов остаться на долгое время, именно потому, что я так вижу. То есть кто такой я и куда ты потом денешься. Вот. Если твое произведение оперирует природными мотивами, ну там тот же стульчик алюминиум черы у имзов, они были вдохновлены формой лосиных рогов. Вот. Значит, а если брать того же Родченко, но это чистая геометрия, которая лежит в основе всего, и это тоже работает. То есть если посмотреть, вот те предметы, которые действительно не стареют, у них у всех есть вот эта вот штука. Значит, есть также пять признаков, но сначала было десять признаков. Значит, мы их разделили на две части, потому что есть пять признаков актуального дизайна. Значит, актуальный дизайн немножко другое. Вот как сделать так, чтобы предмет, который делал, чтобы вот он сейчас выстрелил. Вот неважно, будет он потом, не будет, что там будет через сто лет, меня не волнует. Вот хочу, чтобы сейчас было. Первое наличие смысловой ассоциативной связи с узнаваемыми произведениями прошлого в области дизайна, культуры или искусства. Ну, условно говоря, это касается разного рода ремейков, когда мы делаем что-то, ну, в частности, вот наш клуб, который мы воссоздали, на самом деле это клуб, который сделал Родченко сто лет назад, а я сейчас тут стою и хайпую. Значит, ну, это такой пример не самый лучший, но тем не менее сейчас очень популярны в дизайне какие-то ремейки и какие-то переделки, которые люди принимают с удовольствием, потому что они им знакомы. Им вообще приятно посмотреть на то, а как, значит, это может быть еще. Емкое название, продуманный сторителлинг, который является неотъемлемой частью произведения. Ну, в эпоху перенасыщенного рынка, который сейчас у нас, очевидно, заканчивается, значит, ничего без истории не продавалось. То есть, когда был дефицит, скажем так, когда бывает дефицит, вот так, то, значит, никакой сторителлинг и нейминг не важны. Есть стенка Юрия Васильевича Случевского в магазине. Очень хорошо. Я 10 лет ждал открытки на нее, я заберу ее прямо с асфальта. Я даже в магазин не пойду. Мне вообще все равно, как она выглядит. Ну, вот вообще. Я 10 лет ее ждал. Может, я еще проживу 5. Вот. Поэтому это все важно, когда рынок насыщен и перенасыщен. С неймингом интереснее. То есть нейминг, на самом деле, нейминг, не знаю, если по-русски сказать название, называлинг. Значит, первый раз это придумал товарищ Компратк, который придумал и возглавил Икею. То есть, когда он стал, когда он придумал своей мебели, мебель Икеи давать названия, давать имена, то у них продажи выросли там на 20 процентов. То есть просто потому, что хозяйка, которая съездила в мебельный магазин, потом вернулась домой, она могла мужу рассказать про этот диван. Она говорила, не там такой диван с черными ножками. Она говорит, вот я видела диван Осборн. Он прекрасен. И он ехал, смотрел, где тут Осборн. Вот, ага. Он покупал этот диван. Потому что люди могли рассказать, один человек мог другому рассказать про диван, который он видел. И вот эта удивительная, странная, абсолютно бесплатная вещь, то есть дать название дивану, она вот увеличила продажи на 20 процентов. Но нейминг действительно, он способен, это такая краткая, емкая аннотация, которая может быть частью всего проекта и может его вытащить как паровоз. Опять-таки это, конечно, наиболее актуально в эпоху перенасыщенного рынка. Пиар-усилия. Ну вот целенаправленные пиар-усилия популяризации информационного пространства и продвижению произведений в определенном сегменте. То есть то, что мы знаем имзов, это в частности заслуга того, что в Америке, значит, существует очень приличный бюджет, ежегодно выделяемый государством на популяризацию наследия имзов. То есть это постоянная работа над упоминанием, над цитированием, над фильмами, над статьями, над какими-то акциями, потому что опять-таки это имеет экономический эффект. То есть думать, что ты сделал какую-то прекрасную вещь, и они вдруг все узнали и все друг друга рассказали, только потому что ты назвал ее Осборн, значит, скорее всего не получится. Усилия должны быть, должны быть мероприятия, должна быть пиар-стратегия, и сейчас без этого никак и никуда. Парадокс, парадокс, ну это такая штука, парадокс это когда мы видим то, чего на самом деле не может быть. Нас это так цепляет, что мы, так сказать, запоминаем эту вещь, она нас провокация тоже, это один из видов парадокса. Парадокс, ну не знаю, есть разные виды парадокса. Самый простой, когда ты выходишь, например, из метро, а там ходит огромный гамбургер и раздает тебе листовки. Но гамбургер не может быть таких размеров, и он не может раздавать листовки. И поначалу это впечатляло. Ты пока размышлял над этим, уже успевал взять листовку. Вот, тоже так себе пример. Но тем не менее, парадокс это мощнейшее средство по включению, по включению, так сказать, посетителя, не посетителя, зрителя в игру. Ну и развитие. Развитие это когда твой, возможность развития, когда твой дизайн, твое произведение, оно предполагает какое-то развитие. То есть можно включиться в эту историю и развивать ее дальше. Можно делать на нее какие-то аранжировки, опять-таки ремейки и каким-то образом ее включаться в эту штуку. У нас куда-то выкинулось, вышло это обобщение. Выскочил? Нет, не может быть. Это уже пятое. Оно было вот здесь вот. Сейчас у нас везде форма образовалась. Вот, вот этого не было. Вот. Про это еще отдельно скажу, потому что мы его пропустили. Я пропустил. Высокая степень условностей художественного обобщения формы. На самом деле это очень важный момент. Это относится к первому разделу. Да, это наш косяк. Значит, но это очень важный пункт, относящийся к нестареющему дизайну. То есть на самом деле зачем нужна эта условность и зачем нужно это обобщение формы. Условность, ну, условно говоря, условность, условно говоря, если там, я не знаю, я знаю, например, Александру Игоревну Карпову, значит, которая живет на пятом этаже, значит, у нее трое детей, она блондинка и училась в Строгановке. Это интересно мне, ее супругу, ее детям и ее сослуживцам, которые здесь присутствуют. Но вот глобально это, в общем-то, никому не интересно, прошу прощения. Но если мы возьмем образ Александра Игоревны, мы можем его методом условного обобщения и можем превратить ее в образ матери или в образ женщины, на которую смотрят мужчины. Или мы можем сделать из нее работницу года, значит, или мы можем сделать из нее просто представителя человечества, лишив ее вообще всякого намека на гендерную принадлежность. То есть на самом деле художник, занимаясь обобщением дизайнер, он убирает всю лишнюю информацию о прототипе, так скажем, который мешает создать тот образ, который мы наметили. То есть, ну, скажем, даже если говорить про черно-белую фотографию, да, то есть, скажем, если мы смотрим на черно-белую фотографию, мы начинаем, каждый начинает додумывать тот цвет, который он думает, который он видел когда-то, и таким образом он включается в конструирование этого образа. То есть, он становится соавтором этого образа. Это еще один такой очень важный момент для того, чтобы зритель принял, чтобы он включился в понимание, в созерцание, как бы, в принятие вот этой работы. Вот, условное вот это вот обобщение и условность, это они всегда зависят от тех целей и от тех, той аудитории, на которую, в которую мы целимся. Вот, там можно дойти до некого предела, когда уже, вот опять-таки, убрал одну лишнюю линию и все, образ исчез. Но это отчасти вот то, чему, то, чему следует научиться, как бы, в процессе обучения в Трогановке. Вот, и то, чем, безусловно, мастерски владели мастера дизайна, и то, над чем как раз работал Родченко, и то, что он всегда искал. То есть, как добиться при помощи геометрии и цветовых сочетаний того же эффекта, который рождается при использовании изобразительных каких-то узнаваемых образов. Вот у меня, наверное, все. Если есть вопросы, готов ответить. Да. Девушка в очках. У нас сейчас запись, поэтому я повторю, что было слышно потом при видео, когда мы будем вкладывать в интернет. Какие-то еще примеры нестареющего дизайна, кроме имзов? Ну, их на самом деле очень много. Они есть в любой области. Ну, скажем, вот если брать ту же архитектуру. Вот павильон Мельникова, он вполне, мы могли бы сейчас на нее наткнуться, он бы нам не показался, ну, нам бы не показалось, что ему сто лет. Там, скажем, архитектура того же Оскара Немейра, там, ну, если вот упомянутого выше, то же самое. Или, если говорить, вот эти чайнички, которые, ну, да, если брать там таких дизайнеров, как Дитер Рамс, например, у которого там вот эти знаменитые 10 принципов Дитера Рамса, они про другое, ну, как про другое, про, про, есть что показать? Нет, показать, к сожалению, нет, что я просто... Есть, вот смотрите, например, классический... Рюмка, сервиз. Вот, Ксюш, смотри, например, рюмка, да, ну, представь себе рюмку. Рюмка для вина, рюмка для вина. Вот у меня вопрос, почему рюмка для вина выглядит именно так, как она выглядит? Ну, обоснуй, пожалуйста. Да. Ага, тебе говорит профессиональный, так сказать, Семелье. Но на самом деле ты абсолютно права, но если брать формообразование, источник этого формообразования, то на самом деле мы держим в руке некий объем с некой жидкостью, консистенцией меда, и у нас между пальцев вытекает тонкая струйка с этим медом, который внизу превращается в лужицу. То есть это такая история, она как бы очень природна и естественна. Да, это помимо того, что, ну, там какие-то нужно, не нужно греть, какие-то нужно, наоборот, нагревать, там, раскрывать, они немножко разные, но факт состоит в том, что большинство людей, вот таких, не которые здесь сидят, для них рюмка – это не то, что кто-то проектировал. Если им скажут, что рюмку кто-то проектировал, они скажут, а что их кто-то проектирует? То есть рюмка – это что-то, что было всегда. Понимаешь? То есть это как раз один из критериев того, что ты воспринимаешь этот предмет как что-то, то есть для них действительно, ну, будет сюрпризом это. Таких предметов вокруг нас очень много. Ну, да, на самом деле то, что, сейчас извиняюсь, то, что вот не было пиар- стратегии у автора, там, рюмки той же, да, или ложки, или какой-то посуды, вот очень много посуды, фарфоровой вокруг нас, которой мы пользуемся, ей тоже около ста лет ее дизайну, просто… Бывает по тысячу. Да, бывает по тысячу. Но просто и так не рекламировали имена авторов. Но ее очень много вокруг, и у тебя дома прямо придем к тебе в гости, найдем. Спасибо за предоставленную возможность познакомиться с дизайном, ну, пусть в данном случае мебели, вот сейчас вы рассказали нам о дизайне рюмки, мы не знаем, наверное, ее автора, да. А вот что можно сказать о защите интеллектуальных прав, например, того же Ротченко, когда вы воспроизводите вот тот самый избу читальню, как пример. Вот как защищаются интеллектуальные права первопроходцев, когда уже такая возможность технически появилась? Да, вопрос понятен. Я боюсь, что я не эксперт в этом вопросе, потому что там есть какой-то 50-летний ценз, 70-летний, вот тут, вот, да, вот. У нас присутствует юрист, который специализируется на авторском праве. Да, но тут есть один нюанс, почему мы не вникали в этот вопрос, потому что правообладателем и наследником является внук Александр Николаевич Лаврентьев, и так как это все делается, ну, совместно с ним, да, то есть, и в данном случае этот вопрос у нас не поднимался. А вообще, вот, как Петр правильно сказал, 70-летний ценз, после которого эти права становятся общедоступными, я правильно понимаю? Вот, 70 лет уже прошло, вот, но опять-таки Александр Николаевич является правоприемником и правообладателем как наследник, и он лично утверждал каждую реконструкцию, то есть, вот, он очень трепетно на самом деле относится, он большой молодец, он сам занимается очень много популяризацией наследия русского авангарда, не только, ну, своего деда, и его вклад, не знаю, в нашу культуру, он просто огромен, поэтому вот тут не поднимался этот вопрос, поэтому никак, мы же потом везде, мы же везде говорим, что это клуб проченько, мы не говорим, что это там везде таблички, да. Да, пожалуйста. Здравствуйте, а можно вот такой вопрос? Микрофон поближе, а что ты? А, понял. Вот можно ли поставить такую мебель, как стеллаж Билли, который в Икеа производится с самого начала, и по большому счету, но он же не стареющий, если он до сих пор продается в ряд с той же мебелью, которую там придумывали имзы. И почему спрашиваю, потому что это все-таки маркетплейс, это большие продажи, а имзы это не такой широкий в массах продукт. Ну, я бы тут поспорил. Ну, по поводу мое личное мнение, что поставить можно, но тут в один ряд, безусловно, но тут такая история, что тут вот проверка проверка временем, чтобы проверить временем, нужно время. То есть, например, вот мы сейчас можем обсуждать вот с вами все вместе, вот войдет эта штука, не войдет, а через там мы можем все решить, что она войдет, а через пять лет она морально устареет абсолютно, она уже устарела, если честно. Ну вот, я просто к тому, что это как раз то, что современники не совсем способны оценить. Но если говорить про стеллаж, упомянутый вами, то я точно не знаю, но я думаю, что он уже лет тридцать продается, да, наверное, даже больше. Вот. И вот, по крайней мере, в нем присутствуют все те черты, которые тут описаны. Вот мое личное мнение, что да, у него есть все шансы. Я думаю, что это уже состоялось. Да, здравствуйте. Спасибо большое за очень интересную лекцию. На самом деле, мне кажется, вы уже ответили, в принципе, на мой вопрос, но я все равно его задам. Вопрос про нестареющий дизайн тоже. Как вы считаете, можно ли назвать Гарри Нуриева сейчас современным российским дизайнером, и у которого дизайн тоже является нестареющим? Ну, это такой вопрос дискуссионный. Там вот совершенно точно есть работа, которые да, и совершенно точно есть работа, которые нет. Но это с моей точки зрения. Вот. Безусловно, да, поживем, увидим. Вот. Но вот так вот точно могу сказать, что есть вещи, которые абсолютно, как сказать, не конъюнктурные, а такие вот, ну да, вот они в моменте актуальны. И они очень актуальны в моменте. И это четко видно, что это актуальность, ну как бы временная. А есть вещи у него, которые могут претендовать на такую вещь. Поэтому он неоднородный. Уимзов же тоже, если уж на то пошло, да и у Родченко тоже. Это же вот самая большая ошибка, ошибка, трагедия нашей школы, советской школы искусствоведения. Тут я боюсь лишнее сказать, но Ксения сидит довольно далеко. Была такая проблема у искусствоведов советских. Это канонизация. То есть, например, был Корбюзье. И Корбюзье считался великим, он был, да, он великий архитектор, он великий дизайнер, а он же еще был великим догматиком. Он очень любил высказываться. И в нашей традиции советской, она как бы, на мой взгляд, идет от политической вот этой доктрины. То есть, там, скажем, если был Ленин, то он не мог сказать ничего глупого. А может, Ленин плохо себя чувствовал. Может, он выпил накануне. Может, у него зуб болел. Ну, там мало ли чего бывает. Вот. И сморозил что-то. Нет, не может, потому что он был Ленин. То же самое с Корбюзье. То есть, Корбюзье наговорил столько чепухи. Причем такой провокационной чепухи, которую у нас в Советском Союзе приняли за чистую монету. И это было бы забавно, если бы из-за этого огромное количество наших городов не получили совершенно ужасные катастрофические постройки, которые изуродовали эти города, причем в самом центре. Ну, я имею в виду не от Корбюзье, хотя от Корбюзье тоже отличился. В Москве кто знает, значит, это так себе построечка. Он потом отказался от ее авторства, сказав, что его замысел извратили. Но если посмотреть изначальные эскизы, не очень-то их извратили. Просто не получилось. Вот. А градостроительных провалов у него большое количество во всем мире. Но это не значит, что он не был гением. Отдельно его работы гениальны. И его, он действительно, вот даже вот то, что я сегодня показывал, стенд, который он сделал. Действительно великолепная вещь. Вот. И вот никогда нельзя канонизировать человека, особенно пока он не умер. Но даже когда умер, все равно у него было всегда то, что в чем он был молодец, а было то, в чем он был не молодец. И это очень важно при, ну, для искусствоведа, для историка, для историка дизайна. Очень важно отделять личность от его творчества. Каждый имеет право сделать ерунду. Вот. Не нужно канонизировать все, что сделал какой-то автор. Спасибо. Лен, Кирилл, спасибо огромное. А вот еще один вопрос. Я, может быть, немножко упустил что-то в этих пояснениях основных принципов, так сказать, вечного дизайна. Мне кажется, упущен один очень важный пункт, по крайней мере, по мебели. Она физиологически удобной должна быть. То есть вот я здесь всю зайницу отсидел, и у меня к вечной мебели одно единственное требование. В принципе, если кто-то что-то такое изобретет прям вах, как удобно, и мне кажется, оно выстрелит без всего остального. Тут можно согласиться, а можно и нет. Потому что, если говорить про функцию мебели, доминирующую функцию, потому что у любого предмета есть ряд функций, которые выстраиваются в определенную иерархию функции. Но всегда есть доминирующая функция. И эта доминирующая функция, как ни странно, у мебели далеко не всегда удобство. Вот в качестве примера могу привести, скажем, шезлонг Корбюзье того же самого. Все его знают, наверное, такой шезлонг очень красивый. Его очень любят ставить архитекторы в пространство, в большие, да, большие спальни. Если кто-нибудь когда-нибудь на нем лежал, этот предмет удобен первые две минуты. То есть дальше он катастрофически неудобен. Ты хочешь заменить пузу, он тебе не дает такой возможности. Шарлотта Перьян. Ну вот, Шарлотта Перьян, ну да, там вопрос спорный. Да. Значит, но тем не менее, это, безусловно, шедевр, классика. Или тот же самый, например, клуб Ротченко, про который рассказывал, он, безусловно, то есть он не состарился, но у него, его нельзя оценивать с точки зрения удобства. У него доминирующая функция была другая. То есть Ротченко его там в эти рекордные короткие сроки создавал для того, чтобы произвести определенные впечатления. И эта цель он достиг и тогда, и это работает до сих пор. То есть вот с этих позиций, то есть слово мебель, оно нас немножечко дезинформирует. То есть оно как бы вот как нас как потребители, им такие мебель должно быть удобно. А сколько вот диван, раскладной диван Елена, который такой был диван-кровать Елена, он очень удобный. Но поверьте, он никогда никуда не вошел и не войдет, потому что он Да, спасибо. Помогли мне в эти ситуации. Вот, поэтому, наверное, так. Спасибо большое. Давайте похлопаем такие наши сегодня прекрасные, позитивные гости. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Спасибо. 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 Спасибо.